Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, Сергей! Я рад всех приветствовать на нашем новом вебинаре. У нас сегодня будет необычный вебинар. Сергей Маскалев расскажет о своих проектах. Презентации не будет, но будет интересный рассказ. Перед тем, как передать слово Сергею, я хотел бы, как всегда, сделать несколько объявлений, особенно для тех, кто впервые на наших вебинарах. В самом начале нашего чата находятся две важные ссылки. Первый из них ведет на расписание наших вебинаров. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все наши вебинары вплоть до июня 2018 года. У нас такое обширное расписание. И в этом же расписании, расписание интерактивное, можете посмотреть записи всех предыдущих вебинаров, которые уже выложены на наш канал в YouTube. Ну и, собственно, вторая ссылка. Это наш канал в YouTube, на котором вы можете посмотреть все, что у нас вообще происходило. В частности, записи вообще всех вебинаров за всю историю Директ Медиа. Это уже почти 200 вебинаров. Ну и я вас призываю подписаться на наш канал, чтобы получать обновления. Хочу прорекламировать вам один из наших следующих вебинаров. Сейчас в чат дам ссылку. Это не следующий наш вебинар. Это вебинар, который состоится 14 ноября. У нас будет и вебинар более ранее вебинара, но можете найти эти вебинары. На них уже, честно говоря, такое наполнение вебинарной комнаты, что я не рискую их пропагандировать, чтобы не вызывать потом лишних отрицательных эмоций, если вы не попадете в вебинар. А тот вебинар, о котором я говорю, это вебинар Константина Костюка. Ресурсы открытого доступа, блестящие перспективы и великие соблазны. Регистрируйтесь прямо сейчас и приходите 14 числа на вебинар. Ну что ж, а сейчас я хочу передать слово Сергею. Пару слов. Я с Сергеем знаком уже 20 лет. Мы соратники по нашим энциклопедическим, электронным энциклопедическим проектам. И думаю, что это один из самых интересных людей, которые мне известны. Ну, более-менее близко, по крайней мере. Сейчас я отключусь, и звук перестанет фонить. Поэтому, когда мне удалось Сергея пригласить к нам, я был очень рад. На самом деле, не каждый раз встретишь человека, чья программа, пусть даже и маленькая, стоит на каждом практически компьютере в России. Вот сегодня вы сможете задать ему вопросы, сможете сделать какие-то предложения прямо в чате, если они у вас есть. Ну и просто послушать, что он вам сегодня расскажет о своих проектах. Что ж, приятного вам вебинара. Я ухожу из эфира, остаюсь, как всегда, в чате. Сергей, вебинар в твоем распоряжении. Хорошо, спасибо большое, Паша. Спасибо за приглашение. Я вижу очень много народа. Я не ожидал, честно говоря, что будет почти 100 человек. Это замечательный, оказывается, такой формат массовой вебинара. По просьбе Паши я хотел бы рассказать о том, каким интересным образом развиваются продукты. В последнее время мне приходилось участвовать в разных стартап-мероприятиях в качестве эксперта в Яндекс.Старте и в других. И там я заметил такую особенность, то, что многие участники не понимают, каким образом появляются продукты. Кажется, что есть какая-то блестящая идея. Через месяц можно найти каких-то миллионеров, которые дадут под эту идею деньги. И, соответственно, через год они сами станут миллионерами. Вот на примере программы «Пункт и свечер» я думаю, будет интересно услышать, как происходило, как она рождалась, из чего она рождалась. И эта история достаточно неожиданная, нетривиальная. И как раз, как мы познакомились с Пашей Калинниковым, который организатор этих вебинаров. История была такая. В 90-е годы у меня была фирма экспортная, импортная, которая занималась эфирными маслами. Я возил из разных стран сюда, сюда в Россию, и здесь их бутылировали и продавали. И с юности, так как я родился на Арбате, наши три окна находились над магазином парфюмерия. И, естественно, каким-то образом парфюмерия под нами повлияла на мировоззрение, на интересы. Я написал несколько статей и начал писать книгу о благовониях, о фимиамах и так далее. Статьи были опубликованы в науке религии, о Ладыне, о мире и так далее. И я активно работал с энциклопедиями. Это был 94-й год. Только появился интернет, компания Redline, модемы со скоростью 2 килобитра. Уже можно было зайти в какие-то западные библиотеки, там что-то посмотреть. Но, естественно, я собирал информацию по нашим энциклопедиям, по замечательным гранатам. Браггаузу и так далее. И когда я искал напрямую, но путем листания, понятно, что можно было найти статью Ладан. В ней можно было найти ссылку на статью «Ароматические вещества». Но вот сколько раз, например, слово Ладан упоминалось в энциклопедии, было непонятно. Потому что прочитать ее целиком, а у меня был так называемый «Малый Браггауз», 4-х томник, 45 тысяч статей. Очень мелким шрифтом, с большим количеством сокращений. Вот. И такая мечта была у меня. Как бы вот туда заглянуть? И появились программы распознавания «Ebi Fine Reader». Но первая версия распознавала очень слабо. Вторая версия распознавала так себе. Но вот появилась версия 3.0, это был 96-й год. Появилась версия 3.0, которая уже распознавала устойчиво. То есть она ошибалась в распознании дореволюционных текстов, но она как бы устойчиво очень ошибалась. Вот. То есть пыталась изобразить что-то там при помощи современного алфавита. Там, где были яры, яти, ижицы и так далее. Ну вот. И товарищ, который работал в Союзе Федерации, дал мне на две недели сканер с автоподачей. Такая огромная была. Редкость это очень. Вообще почти никого такого не было. И тогда я взял сапожный нож и разрезал эти 4 тома на странички отдельные. И эти странички скормил. Наверное, там, две недели я занимался тем, что сидел там и скармливал, переворачивал и так далее. Там они застревали какие-то, какие-то рвались. В общем, такая была работа. Через две недели я получил большой такой вот файл вордовский. Очень грязный. Но, что меня в нем удивило, там были очевидные невозможности. То есть, как бы для морфемики языка, там были невозможные сочетания. Например, две буквы И подряд. Или слово никогда, например, начиналось с буквы И. То же самое, чего в русском языке невозможно было. Но программа распознавания считала, что это так по своим каким-то внутренним алгоритмам. И буквы расставляла так, как ей хотелось. А тогда я написал несколько скриптов. Ну, не знаю, порядка 100 или 150 скриптов, которые автоматически этот текст исправляли. То есть, они находили некую невозможность и исправляли ее на гипотетическую возможность. Ну, по крайней мере, слово. Иногда слово исправлялось полностью, и дальше его не нужно было чинить. Иногда это было лучше, чем раньше. Вместо трех ижец появлялась буква Ш. Хотя, может быть, это было и не совсем правильно. И к концу 1996 года у меня появился текст, который был уже вполне читаем. Он прошел какую-то ручную такую редактуру. Несколько человек я нанял для того, чтобы они привели этот текст в порядке. И вот, опля, получился файл, в котором можно было искать сквозным образом. То есть, найти все вхождения слова ладан в 45 тысяч статей. Ну, и любой термин, даже если он где-то был спрятан, таким образом находился. И, имея на руках такой контент, я пошел работать в компанию «Новый диск», которая занималась энциклопедиями. И в тот момент делали они такую копию майкрософтовского букшелфа. То есть, это программа-оболочка, которая позволяла в себя включать разные книги. Майкрософт предполагал, что книги будут просто приобретаться и ставиться на эту полочку, словари там и так далее. И вот мы делали некий прообраз этого, не прообраз, а некую копию, скажем так, этого букшелфа. И там у нас был «Даль», там у нас был «Словарь Шакова», какие-то некопирательные английские энциклопедии. И основу составлял этот самый «Малый Брагаус». Так получилось, что я познакомился с Киреевым, который был тогда директором компании «Апорт». Поисковая машина «Апорт». И он говорит, давай мы выложим, сделаем такой вот проект энциклопедический. Тогда энциклопедии в интернете не было на русском, на русском языке. И мы, значит, обработали специальным образом. И появилась такая концепция. Так как словарь был старомодный, некоторые термины уже устарели, к некоторым персоналям можно было добавить даты смерти и так далее. Я сказал, давай мы сделаем ее открытой. Так что любой пользователь, который прочитает статью, если есть ему что добавить, он в нее мог бы добавить. Потому что явно она уже не актуальна, устарела. А тут получит такая живая энциклопедия. Вот это был конец 1997 года. Ну, появился этот самый «Брагаус онлайн». И люди, которые пользовались, они, значит, стали присылать свои какие-то исправления, дополнения. Ну, например, в словаре была ошибка неисправленная, незамеченная в отпечатках, что Пасха – праздник осеннего полнолуния, например, и так далее. И постепенно порядка трехсот, наверное, исправлений люди прислали, или какие-то статьи просто из сокращений были превращены в нормальные статьи. Это был такой прообраз Википедии. Но, к сожалению, в тот момент не было механизма, который бы позволял оперативно это все делать. То есть мы накапливали эти исправления пользовательские, и потом их раз в месяц впрыскивали в общее тело энциклопедии. К сожалению, там, по-моему, в 2000 году компания «Апорт» была приобретена «Голдом телекомом», и связисты решили просто все это заморозить, скрутить и так далее. И на этом «Брагаус онлайн» прекратил свое существование. Но накопленный опыт вот этих самых невозможностей привел меня к идее создать программу, которая бы могла причесывать текст после сканирования. Особенно дореволюционный текст. Вот. И я познакомился с замечательным таким человеком, которого Паш тоже хорошо знает. Паш Калинников. Миша Морозов. Это программист наш русский, который живет и работает в Сан-Диего. Тоже такой человек, интересующийся всем фотографией, с лиционикой и так далее. Такой человек нескучный. Вот. И мы быстро с ним нашли общий язык. У нее была сделана программа «Авторскан», которая в каком-то таком виде существует даже и по сию пору. Люди, которые занимаются дореволюционными текстами, ей продолжают пользоваться. Она автоматически исправляет дореволюционную орфографию на современную. И далее, как бы общаясь с Мишей, я говорю, слушай, Миша, а вот смотри, ведь явно же компьютер знает, что человек набирает в неправильной раскладке. Почему бы не переключить эту неправильную раскладку сразу, не дожидаясь, пока человек не свалится за голову и не скажет, что боже, как это там, смотри, я там сколько напечатал, а все не в той раскладке. Ну, были уже тогда программы, которые позволяли выделить неправильную печатную и конвертировать нажатием какого-то ход-кей. Вот. Ну, смотри, можно же это автоматически делать. Явно же вот три буквы СШТ там. Виндовс. СШТ. Нет в русском языке ничего с СШТ начинающегося. Вот. И он сказал, да, здорово. И он сделал такой, как бы, блок в свой текстовый редактор иероглиф. Вот. Замечательный, очень удобный, в котором тоже было много всего хорошего. Вот. Напоминающий, но под плюс-плюсы современных. Вот. Есть ему такой аналог. Вот. Я говорю, Миша, ну, это хорошо, конечно, но пользователи иероглифа там 50 тысяч человек, а пользователей компьютеров у нас в стране там в 98-м году уже было несколько миллионов. И вроде бы как-то он пытался и говорит, не, ну, не получается. Не пускают в себя там некоторые программы, не позволяют внутрь зайти и там что-то в себе менять. Вот. И я познакомился с одним мальчишкой, 17-летним, через интернет, который жил в городе Кослейт. Такой городок, там, недалеко от Челябинска, с населением там 20-30 тысяч. Закрытый такой городок. Вот. И там вот этот мальчишка что-то только начинал программировать. И мы с ним переписывались. Ваське. Я говорю, ну, вот есть такая задача, но она неразрешимая. Вот. Это мальчишка Саша Коваров, он, значит, через 20 минут пишет. Пробуйте. Значит, присылает мне какую-то там дейлельку, вот, которую я загружаю. И вдруг она переключает. Первое правило, первое условие было цццц поменять на ВВВ. И вдруг это вот чудо произошло. Мы с тех пор это называем правило цццц. То есть, proof of concept. То есть, можно на простой вещи очень быстро, без многомиллионных вложений, очень быстро проверить, работает или нет. И самое удивительное, что это цццц, оно переключалось по всему компьютеру. То, чего Миша не мог сделать. Я тут же Ваське пишу, Миша, Миша, смотри, вот, парни, что-то сделал. Миша через 20 минут пишет. Все, я все понял. Это гениально. Я понял, как это работает. Это можно сделать. Вот. И, собственно говоря, это был 2001 год. Тогда появилась программа пункта Switcher, которая была очень простая. Которая просто могла что-то переключать. Она не была обвешана таким количеством каких-то там дополнительных фич, которых теперь, по-моему, порядка 100 разных комбинаций. Что-то на что-то назначить, назначить капслок на numlock, numlock убрать, блокировать и так далее. В процессе ее развития программы, она, к сожалению, обросла огромным количеством разных фич, которые, в общем, стали... Ну, люди к ним привыкли. Поэтому уже, если что-то такое сделано, то убрать из программы невозможно. Вот. У меня в какой-то момент эта программа была бесплатной. Никаких мыслей о том, чтобы зарабатывать на ней деньги не было. Потому что были другие проекты. Вот. И просто я переписывался с пользователями. Что-то там Саша подделывал. Вот. Потом к этому процессу на так добровольных началах подключился Дмитрий Долгов. Замечательный программист. Один из лучших наших питерских программистов. Олимпиадник и так далее. Вот. И... Значит, программа таким образом развивалась. И вдруг неожиданно оказалось, что там у нее программы миллион пользователей. Вот. И это такое есть правило миллиона. Когда у тебя миллион чего-то, переводных картинок, там, или фигурок каких-нибудь, или там, пользователей, вот. То ты становишься заметным. И... В данном случае... Сейчас, секундочку. Вот. И в данном случае я стал заметен нескольким компаниям, которые... Которые захотели пункт из вечера как-то принять себя и начать развивать, приобрести его. Вот. И в 2007 году Яндекс приобрел пункта. И там одно из условий было, что я буду продолжать его поддерживать. Вот. И в течение 10 лет, значит, я ввел эту разработку в Яндексе. Вот. Ну, мы поддерживаем программу. И в этом смысле Яндекс, конечно, совершил очень доброе дело. Потому что программа разрослась. И в какой-то момент это, по сути, стали разные программы. То есть, как бы, один алгоритм переключал Windows 95, другой алгоритм Windows XP, потом появилась Vista. В Vista что-то не так работало в Internet Explorer, в 7-ке что-то не так работало в Mozilla. И в какой-то момент, чтобы поддерживать программу, нужно было уже full-time программист. Или два программиста. Ну, у нас так получалось, что у нас было в Яндексе полтора. Вот. Потом появилась версия для Мака. И вот в течение 10 лет программа приобрела несколько миллионов пользователей. Благодаря Яндексу, конечно, и ресурсам этим. Вот. То есть, порядка 6 миллионов пользователей. Вот такая история. Прежде чем это ответить на вопросы, собравшихся с удовольствием, вы можете задавать и по программе. В настоящий момент я нахожусь как бы в свободном полете, занимаюсь исследованиями в области Artificial Smartness. То есть, Smartness это не AI, не Artificial Intellect. А Smartness это некая сообразительность. То есть, в интерфейсах человек-компьютер есть много так называемых батлнеков, которые даже хорошую идею могут загубить. То есть, что-то не так работает, и человек говорит, нет, ну я не могу с этим разобраться, и все. И таким образом компания-производитель теряет пользователя. Вот я сейчас занимаюсь исследованиями, с небольшой группой людей занимаюсь исследованиями, где, что и как можно это использовать. Вот. Яндекс продолжает поддерживать Контус Витчер, слава Богу. И мы остались друзьями. Хотел сегодня воспользоваться то, что, может быть, кто-то является пользователем, есть какие-то пожелания, какие-то вопросы по программе или по идеальному продукту. Скажем, Контус Витчер может быть не идеальный продукт, его можно критиковать, что-то в нем может не нравиться. Может быть, есть какие-то пожелания, как должен был бы выглядеть идеальный продукт. Вот видите, история от сапожного ножа до получения, скажем так, очень приличных денег, я не могу говорить каких, публично, скажем так, больших денег, прошло 10 лет. И вот люди, которые занимаются стартапами и какими-то проектами, если почитают историю создания Твиттера или Фейсбука и так далее, то они поймут, что просто не из воздуха все берется, что есть бэкграунд, что, например, у нас говорят, вот есть два гения, там, Брин и Пэйдж, которые сделали Гугл. И у них там есть какой-то директор, там, Эрик Шмидт, который ими, значит, управляет, какой-то финансист. Но если внимательно почитайте историю, то знаете, что Эрик Шмидт был ведущим программистом компании Sun Necro Systems и придумал зиг Джава, которые вот сейчас вот в андроиде находятся и которые используются в браузерах и так далее, что за людьми и за любым продуктом очень много невидимого находится где-то там, в подводной части этого айдерка. Вот. И чем этот бэкграунд мощнее, тем продукт лучше выглядит. И проще выглядит. Иногда кажется, ну, это же очень просто. Такая простенькая программа, там, пункта свитчер, у нее в простенькой программе 2 миллиона строчек, там, кода. Вот. Потому что все спрятано внутри, и человек этого не видит. Вот. Итак, если не трудно, значит, так, вот давайте вопросы. Широкова Евгения Юрьевна спрашивает, обнаружила шпионские свойства этой программы. Она запоминает все, что было набрано на компьютере в ближайшее время, в том числе и пароли. Значит, Евгения Юрьевна, по умолчанию никакие пароли программа не запоминает. Вот. Программа устроена таким образом, что одинарное слово, даже если вам кто-то включит дневник, который выключен по умолчанию в программе, вот, вы пароли сохранить не сможете. Вот. Это сделано специально от злоумышленников, потому что, естественно, Яндекс занимается безопасностью пользователей. И это одно из первых условий, когда Яндекс приобрел пункт и свитчер, чтобы такой возможности не было. Вот. И она была убрана. Хотя некоторые люди жаловались, потому что дневник пункта свитчера превратили в хранилище паролей. То есть, они просто отматывали дневник и говорят, как-то я там чуть набрал какой-то пароль, не помню. Вот я сейчас пункта посмотрю. Вот. Но даже это удобную, как бы, фичу пришлось убрать, чтобы там мужья не следили за женами, жены за мужьями и так далее. Вот. Поэтому насчет шпионских каких-то свойств, сейчас в настоящий момент там этого нет, даже невозможно. Есть специализированные программы, которые там называются кейлогеры. Вот. Достаточно просто ввести слово кейлогер, и вы получите 20 специальных программ, которые никто не увидит, что они будут стоять на компьютере. Вот. Пункт свитчер устроен так, что он виден, его нельзя спрятать в невидимый режим. Вот. Поэтому шпионец с помощью пункта свитчера – это смешно. Только школьники там могут что-то такое друг за другом. Серьезные люди используют более серьезные продукты. Так. Вот. Янзина Елена Павловна пишет, что на всех компьютерах, на которых работает, сразу устанавливает пункт свитчер. И всех агитироваться, пользоваться этой программой. Вот. Спасибо вам большое, Елена Павловна. И вы знаете, есть такая вещь, которую мы никогда особенно не пропагандировали. Вот. Пункта. Это экономия времени. То есть, люди думают, ну что там пункта, ну я неправильно начал набирать, но я сделал несколько бэкспейсов, затер, переключился и набрал. Вот. Вот. Надо сказать, что одно переключение, раскладки, оно съедает от полсекунды до секунды. Вот. Если вы активно в билингии работаете, печатаете, допустим, номенклатуры в названии каких-то там продуктов, товаров на английском или латыни, или идете переписку на английском и на русском, то таких переключений накапливается достаточно много. То есть, это может быть экономия в течение дня, там может составлять 60 секунд, или там 120 секунд. Если вы даете 2 минуты в день, которые вы тратите на переключение, умножите на 365 дней в году, то получается чуть ли не 2 рабочих дня вы тратите вот на то, чтобы скривить как-то пальцы и нажать этот самый хоккейт. Вот. Поэтому пользоваться пунктом, это не просто там как-то удобно себе делать, пользоваться пунктом, это значит экономить собственное время и собственные сухожилия на руках. Потому что хоккей всегда устроен не очень удобно, и куда-то нужно специально там их... Ну и внимание съедается. Человек должен держать все время в голове, какая у него раскладка. Вот. Это тоже помимо времени отъедает еще какой-то ресурс. Да, микроутечки такие, но в течение там рабочего дня, в общем, добавляет какой-то усталости. Вот. Теперь пишет Марина Всеволодовна Кисель, с того момента, а вы видите, да, с того момента, как я стала с пунктом работать, немысли без его существования. Хотя админы не любят моих автозагрузок, без нее, без этой прыги не работаю. Вот. Спасибо, Марина Всеволодовна, что вы, как бы, продвинутый человек. Вы знаете, есть такие бронтозавры, которые говорят, ну, знаете, это все новомодные штучки, мы там руками переключать. Я люблю контролировать вообще все, что у меня на компьютере происходит, и что-то у меня там программа все переключает. Ну, такие смешные разговоры, что, а что там человек в ворде печатает, там же машинные коды выполняют какие-то команды, это же не он их там делает. И, в общем-то, в компьютере все что-то делается за человека. Вот. И, ну, в общем, конечно, даже пользоваться пунктом свитчера, программе, которая уже 16 лет исполнилась. Вот. В общем, архаика даже, можно так сказать. Вот. Это те, кто не пользуются, но уж совсем какие-то птеродакторы. Ну, вот. Или просто печатают только по-английски. Теперь вопрос. Иногда программа прилично, прилипчиво перекидывает раскладку, и как только обнаруживаю, слово на другом языке, пароли бывают набирать нереально, если в них есть осмысленные слова. Пароли – это беда. Знаете, на заре интернета люди набирали, в качестве пароля использовали слово «пароль», набранное в английской раскладке. Ну, естественно, программа, там пар русская – это GFH. Вот. Естественно, пункт свитчера видит, что GFH не может русское слово, английское слово начинаться с GFH и переключает его на русский. А там пар, допустимое сочетание, пароль. Вот. Но по современным правилам пароль должен нести в себе цифру, буквы разного регистра, желательный знак припинания и быть не короче восьми знаков. Вот если вы все это использовали, то пункт свитчер не будет переключать. Он понимает, что это пароль. Он видит признаки пароля и не переключает. Вот. Если вы используете пароль в стиле, вот как я уже описал, то тогда с этим будут большие проблемы. Вот. Пароль можно не целиком, как способ решения проблемы, если есть уже пристрастие использовать в качестве пароля и слова. Можно часть, например, начало пароля, на котором происходит переключение, внести в исключение программу. Тогда пароль переключаться не будет. Не целиком пароль вносить в соображение безопасности, а достаточно первые 2-3 буквы, на которых происходит переключение. Так. Да, вот мы поменяли, естественно, программа растет и люди жаловались на пароли. И поэтому так вот мы... Теперь вы спрашиваете, а программа запоминает то, что ты печатаешь? Да, есть дневник. Раньше он по умолчанию включался, когда человек ставил первый раз программу. Но опять же, из соображения безопасности мы сделали так, что он теперь выключен. То есть нужно зайти в настройки программы, в раздел дневник. И там в разделе дневник включить. Вот. Пароли он запоминать не будет, но текст, который вот так вот неожиданно вдруг пропал, скрэшился браузер или там, допустим, Word подвис, то, да, он не будет такой чистый, но тем не менее что-то можно сохранить. Можно выставить, например, помнить набранное в течение одного дня. То есть 24 часа он будет хранить то, что вы набирали на компьютере, и через 24 часа он будет затирать набранное таким образом. Можно пользоваться. Вот. Значит, да, вот люди, те, кто пользуются билингвальными учебными программами, помогают, слов нет. Ну да, если это простой английский, простой русский, то я считаю, что это незаменимо. Конечно, есть сложности у программистов, которые там определенным образом кодят, и не хотят как бы там настраивать программу, и они просто ее отключают. Но, в принципе, и в программировании, по-моему, свитчер не нужно, разве что для написания комментариев. Но сейчас, в общем, любой приличный программист как-то и комментарий тоже на английском пишет. Вот. Теперь, значит, ага. Ирина Александровна пишет, что ей программа мешает, когда она медленно печатает на английском, и ошибается часто. И в это время надо отключать, или есть какой-то способ ее временно приостановить. Да, в настройках программы вы можете назначить горячую клавишу на отключение, и тогда автоматическое переключение программы происходить не будет. Значит, что у нас еще? Ага, ну, вроде бы, пока я никаких... А, вот сейчас здесь вопросы в разделе «Вопросы». Прошу прощения. Так. А можно ли сохранить список правил исключений, чтобы перенести на другой компьютер? Конечно, это не глупый вопрос. Это не глупый вопрос. И вот когда я еще был в Яндексе, мы планировали через Яндекс.Диск делать так, чтобы правила переключения можно было на разных компьютерах. Пользователь мог использовать одни и те же правила на разных компьютерах. Вот. Но сейчас вам нужно зайти в профиль пользователя. в Windows. И я вам потом просто напишу, где это. Сейчас, секундочку. Вот. Сейчас, секунду. И там хранятся данные. Я вам просто адрес сейчас покажу. сейчас, секундочку. По которому находятся пользовательские правила. вот я вам сейчас в чате бросаю ссылочку. А, в чате не... Вот сюда, сейчас, секунду. Вот. Я бросил вам users, потом ваше имя пользователя на компьютере, апдата, роуминг, Яндекс.Дисвитчер, юзердата. И вот содержимое папочки юзердата как раз содержит все исключения ваши, которые вы можете просто скопировать и перенести на другой компьютер и в эту папочку переложить. Вот. Ага. Так. Сергей, расскажи, пожалуйста, про проект Гранат. Но он, проект не Гранат, назывался Брагаус Онлайн. Вот. С Гранатом была история такая, что у меня дома на Арбате в нашей семье было две таких, две важных коллекции книг. Это был Гранат, энциклопедический словарь полностью и третье бухаринское издание собрали сочинения Владимира Ильича Ленина. Вот. Но Ленин читался скучно и так далее. Как-то не очень было интересно его читать. А вот за Гранатом, мы жили в коммунальной квартире на Арбате, за Гранатом приходили люди и с нашей квартиры, и сверху, и снизу, потому что все-таки энциклопедия была большая редкость. Там были всякие подозрительные подозрительные марксисты, поэтому в обычных библиотеках это тоже нельзя. Нужно было идти в Ленинку. В Ленинке, значит, нужно было быть доктором наук, или там кандидатом наук, еще какие-то разрешения и так далее. А тот вот стоял на полках, и когда возникал какой-то вопрос, к нам приходили, снимали нужные том с полки, вот, и находили информацию. И вот мы как раз с Павелом Гирчим Калининковым познакомились. Он в тот момент делал большой бракгаус для одной мультимедийной компании. А я как раз делал для нового диска. Малый бракгаус, ну, плюс Даль, плюс Ушаков, там целый комплекс. Вот. Но потом, вы помните, это были те времена, когда интернет был слабый, и все эти энциклопедии, они на дисках были. То есть, нужно было приобрести коробочку с диском, и уже на диске искать, или с диска ставить на компьютер. Вот. Уже где-то, начиная с 2000-го года, по-моему, Яндекс, или в 2001-м году, Яндекс открыл Яндекс Словари, и туда, кстати, Бракгаус, мой этот малый текст туда попал, и там находился. Но, к сожалению, опять же, пару лет назад этот проект был закрыт. Вот. Ну, потому что, ну, как-то, очевидно было не так много людей в нем, а ресурсы, такие человеческие ресурсы требовались, а крупная компания ресурсов всегда направляет в самые, как бы, горячие такие точки. Вот. Энциклопедический проект был закрыт. Ну, сейчас есть Академик, и так далее. То есть, ну, и самое главное, конечно, это Википедия, которая практически втянула в себя все знания. Не статьи, там, из Британики, а просто знания. Вот. И поэтому в первые десятки выдачи, в первых трех ссылках, почти бума запроса будет Википедия. Вот. Значит, я имею в виду оцифровку гранатов в прошлом году. Ой, поясните, пожалуйста, а что именно такое в прошлом году оцифровка граната? что-то я не помню. Пожалуйста, Паша, напомню, что там такое было. Так, сейчас Паша даст ссылку, мы все пойдем по ссылке, посмотрим, что там такое с гранатом. А-а-а! Ты елки-палки! Так это же мой проект, Паша, конечно! Значит, это ПБ. Этот проект располагается, тоже всех, приглашаю всех желающих. Вот. Дело в том, что, продолжая эту историю про гранат, значит, у нас была коммунальная квартира и в ней жили представители разных социальных категорий, в том числе жил один алкоголик. И вот там в 81-м году я куда-то уехал на лето, окно оставил открытым в комнате. Вот. И дом одели в строительные леса, это Арбат-4, значит, такой угловой дом, где ресторан правил. Вот. И дом одели в леса, это алкоголик вышел из окна своей квартиры, прошел по лесам, зашел в окно моей комнаты и оттуда перетаскал весь гранат и его куда-то в букинистические магазины поддавал. Ну вот. И как-то мне было грустно, я стал искать в интернете и обнаружил, что из 58 томов в интернете есть порядка 40 томов. Вот. И я решил взять на себя такое кармическое исполнение кармического долга, найти недостающие тома, сканировать их и выложить в общий доступ. Что, собственно, потребовало три года. Я у букинистов искал эти тома, вот. Покупал их, потом сканировал и выкладывал. по ссылочке, которые Паша привел, там можно все эти там и найти и все их можно скачать. Для любителей энциклопедии. Соответственно, я их распознал, привел к современной орфографии. Внешне картинки остались естественно оригинальные, там старая орфография, а вот сам текст, ижицы, фиты, еры и так далее, я это все убрал, чтобы можно было искать. Потому что человек не знает старой орфографии и не сможет правильно набрать слово, например, там рассветного пишется через разцветного. Ну и так далее. Много таких тонкостей. Вот. Поэтому к современному языку я их постарался привести. Вот. Вот вы по этой ссылочке в Фейсбуке можете зайти. А я сейчас еще дам у кого нет Фейсбука, я тогда сейчас дам ссылочку на папку на Яндекс диске откуда можно скачать. То есть зайти напрямую и скачать. Все эти там, они там выложены. Так, секундочку. копируем Копируем ссылку. Вот. Сейчас я ее даю. Вот. С Яндекс диска отсюда можно зайти в эту папку и там все эти там охранятся. Можно скачать и у себя хранить. Вот. Еще какие какие-нибудь вопросы я с удовольствием отвечу. Что мешает пользоваться? Вот еще такой вопрос такой мучил. Почему люди не пользуются пункты свитчер? То есть я пытаюсь собрать такую коллекцию. Почему люди не пользуются пункты свитчер? Мне кажется это просто ну может быть для меня это просто как для создателя программы но для кого-то очень сложно интерфейс сложно разобраться или сложно переучиваться или человек использует не два языка а четыре языка во время работы и у него происходит путаница между испанским и английским не могли бы вы мне набросать именно те кто не пользуется программой набросать причины почему почему вы не пользуетесь что ими мешает был бы очень вам признателен за это ну и опять же если какие-то вопросы будут по программе или там по предыдущим каким-то проектам я тоже с удовольствием на них отвечу может быть те кто есть какие-то идеи по развитию продукта не хватает чего-то или там лишнее тоже был бы признателен за это я своим коллегам в яндекс когда передам эти пожелания по мере возможности они будут это реализовывать народ безмолвствовал ну что ж я сразу позволю мне пока любить фигу так паш а вот мой однофамилец москалев григорий николаевич москалевых григорий николаевич если не трудно а вы астраханский откуда у вас кормят потому что я-то астраханский прадед из Астрахани фамилия такая какая-то южно-русская Казахстан да это могли посылку посылать кого-то вот значит иногда программа путается с аббревиатурами значит есть такая настройка программе которая позволяет не переключаться если вы набирали аббревиатуру для программы аббревиатура это что-то содержащиеся содержащие первое если первая и вторая буквы набраны в верхнем регистре если верхний регистр программа понимает ага человек начал набирать аббревиатуру и он не будет переключать ее если эта настройка в программе выбрана будь то русский или английский то есть так Анастасия Александровна при работе с двумя мониторами на одном экране пункта работает на втором нет ага ну а то да это проблема известная вот работа с двумя мониторами к сожалению очень редкая чтобы на это посадить человека и там там очень большой объем работы необходим в программе чтобы это сделать по крайней мере так так показалось поэтому это стоит в планах но пока пока сделать это не получается ага для транслитерации удобно использовать Павел а я вот хотел узнать транслит он был актуален когда переписывались с компьютеров на которых не было там русской раскладки и печатали латиницы то что называется транслитом вот в чатах и так далее вот а сейчас то для чего транслитерация нужна фамилии или что почему зачем она нужна как-то так транслитерация а имена файлов имена url ну да но это все это редко да есть такая возможность там много в пунктах скрытых возможностей там например есть есть настройка позволяющая по горячей клавише цифры превратить цифры превратить в текстовую строку там 123 миллиона 25 тысяч 432 рубля то есть выделяется выделяются цифры вот нажимаются горячие клавиши и происходит ну это вот нужно для платежей для бухгалтеров тех кто работает постоянно с этим ну да когда в массовом порядке надо ну что ж Паша я хотел бы поблагодарить всех участников все таки почти 100 человек собралось это очень здорово вот надеюсь что-то интересное из моего рассказа услышали вот работе с УБД работающей собственной рабочей среде есть возможность отключать ее да есть есть возможность отключать и для этого СУБД вносится в программу исключения и тогда пункт свеча там не работает вот спасибо вам огромное за внимание за участие Павлу спасибо огромное что он пригласил поучаствовать Сергей огромное спасибо с удовольствием тебя послушал надеюсь что наши слушатели тоже послушали с удовольствием я хотел еще один пример привести нестандартного применения пункта свечера один из моих коллег по электронному обучению использовал пункта свечер в таком режиме ему часто приходилось отвечать в чате со своими студентами на типичные вопросы и он забил на разные клавиши разные стандартные ответы и вот используя автозамену сделал несколько десятков таких стандартных фраз и очень здорово сокращал себе жизнь при работе со своими студентами ну да это экономия времени и сил то есть можно подпись забить например там с уважением наилучшими пожеланиями такой-то такой-то телефон такой-то и просто и это на на три буквы адр адрес или под и вы набираете все четыре буквы и у вас полностью подпись в письме появляется вот это раздел обзамен также программе да на самом деле если вы залезете в настройки вы можете обнаружить массу интересного конечно большинство людей использует пунктус вечер просто вот как что-то висит и само делает но внутри там тоже зарыто много интересного честно говоря я тоже ленюсь и использую только 5% всех возможностей но на самом деле там все очень круто хорошо спасибо большое еще раз всем замечательным интеллигентным людям за благодарность за вопросы которые выкладывали я переадресую по поводу двух мониторов и еще по поводу там аббревиатур тем ребятам в яндексе разрабатывает вот мы будем надеяться что они скоро справятся да я вспомню еще один момент когда мы с Сергеем нашли одну ошибку я мне как-то пришлось в своем сообщении несколько раз к ряду использовать славянское имя Иустин и пунктус вечер ошибался я переправил эту информацию Сергею мы ее вместе исправили коллеги ну что ж никак не могу проститься со всеми наверное все равно пришло время уже закончить наш вебинар огромное спасибо Сергею получил большое удовольствие спасибо я отключаюсь спасибо